друзья всем привет давно не виделись с вами мастерская странные камни я Дмитрий голос за кадром как всегда Никита здорово здравия видали сегодня рассмотрим такой момент как финальная полировка поверхности почему именно эта тема потому что есть вопросы в комментариях а как полировать а чем а зачем так вот рассказываем для чего нужна финальная полировка ну во-первых это придание глянцевого блеска поверхности во вторых это дополнительная защита защита от влаги от грязи от всякой и прочего значит чем мы будем полировать сейчас есть огромное количество всякой приблуду в магазинах лаки там всякая хрень но не хочется этим заниматься почему почему ты знаешь не знаю я ничего не знаю это ты на кмц там месяц я не знаю там лачишь еще чего-то у меня задача очень конкретная воскресить тот самый рецепт которым пользовались 200-300 лет назад соответственно мастиха которым будем полировать тоже по второму рецепту сделано из чего состоит всего три ингредиента это пчелиный воск канифоль и это скипидар вскрывал гробницу итальянского мастера туда лизнул и определил состав не не мастера лизнул изделие значит вот у нас есть плиточка мы тут нашли у нас осталось чего-то вот такая вот замечательная плиточка она просто отшлифована без такой финальной обработки что делаем сначала нужно ее немножечко обезжирить используем скипидар почему именно скипидар потому что он тоже есть мастики есть еще другие виды мастики мыльные всякие мастики делаем растворяем бензином соответственно если пользуемся мастикой с мылом и бензином а ты зачем ее жирными руками трудно что кого обезжиривать того жирными руками но ты говоришь обезжирить жирными руками зачем мне обезжириваешь зачем-то лучше стекали гладко что ты накидываешь а хоть раз в кадре показался все время там что-то стоит подкрики у меня воду пью вчера надо было меньше пить у меня просто короной так вот мы поверхность обработали сегодня мастерской не курим в общем выяснилось что скипидар с огнем не очень вместе очень если очень хочется то можно аккуратно главное не стряхивать прямо банку со скипидаром что не стряхивать пепел пепел не горит он уже сгоревший с пеплом может что-то горящее упасть так все у нас досочка натерта готова если затушить сейчас бычок доску она будет нет вот берем мастику берем кисточку и наносим хорошенечко натираем рецепт мастики абсолютно не секретный можете спросить у гугла google вам расскажет как все это делается все значит намазали дальше берем тряпочку и начинаем все это добро просто расстояние тряпочка какая-то определенная да нет обычно чуть плен он миллион больше нравится и натираем вот она сейчас скользит тряпочка по поверхности трем до тех пор пока не прилипание тряпочка поверхности пока я тут чего-то натираю тебя есть возможность поговорить в общем друзья мы создали telegram канал куда будем выкладывать все актуальные изделия которые у нас так или иначе накопились так или иначе еще по каким-то причинам не продались вы всегда можете зайти в этот телеграм-канал посмотреть актуальное наличие изделий и соответственно там же что-то спросить заказать тем более скоро новогодние праздники как правило готовится уже стоит сейчас потому что как показал прошлый год но к началу декабря у нас уже особо не было возможности принимать заказы потому что их было но чересчур много хотя мы и опомнились тогда достаточно поздно тем не менее к десятом числа мы были загружены уже от слова совсем в том числе как бы все изделия которые просто лежали на полочках мастерской тоже очень быстро разлетелись поэтому у вас есть просто невероятный шанс попасть в наш телеграм-канал посмотреть что-то выбрать присмотреть уже в подарочки родным и близким друзьям врагам и так далее вот враги где где этот господи сейчас для врагов даже есть штука классная ты не забирал вчера забрал да блин ладно для врагов просто очень классная штука сделала не знаю просто показывать в следующий раз в самом деле не вдруг цензура ютюба не пропустит я думаю должна должна это же древний символ фаллический а вот поэтому ссылка на наш телеграм-канал будет в описании у нас кстати еще есть инстаграм возможно вы не знали об этом тоже можно подписаться мы тоже там что-то выкладываем что-то делаем но нас как бы два пенсионера один по возрасту второй в душе поэтому так сказать как-то мы пока не разобрались вот поэтому все ссылки будут в описании проходите пока не прощелкали возможность купить классный подарок себе родным и близким просто легко сказал ссылка в описании я пенсионер как я поставлю ссылку в описании даже не знаю что такое у меня ссылка ассоциируется только с тридцать седьмым годом в общем я помогу я помогу ссылка будет в описании а дима пока дальше трет а я попью воды так значит вот тряпочка стала прилипать значит все нанесено вот виден блеск не особая сейчас поднесу тогда сейчас будет минутка эпилепсия пока есть разводы покрути вот что сейчас разводы все мы уберем то есть берем теперь чистую тряпочку еще такой момент друзья комментариях много вопросов по поводу а как замешивать а на чем а можно добавить это а можно добавить это а будет ли работать вот с такой херней я говорил да просто повторюсь вдруг кто-то там беремок смотрят какие-то эксперименты с современными компонентами мы безусловно ставили и много экспериментов ставим но все-таки основная задача именно воссоздать старый классический рецепт сейчас есть огромное количество каких-то ребят которые делают экспериментируют вообще на на всем чем угодно даже где-то тут я слышал такую штуку как не у скольёла ржал очень долго прям никого не хочу обидеть на чисто не у скольёла в матрице мог пойти венецианку делать на стену силой мысли вот ну как скольёла может быть него то есть есть старая техника до которой уже там несколько столетий и тут теперь она не у него ну если взяли и просто компоненты заменили на современные не знаю наверно тоже не скольёла или просто тогда и мы просто сказать более в итальянском языке самого слова скольёла это зачастую обозначает просто гипс да они у скольёла делается на акриле вообще тогда какой-то да я еще добавлю немножко дегтя честно говоря но нам не то чтобы жалко просто ребят на самом деле все ищут какой-то волшебный рецепт чтобы вот прямо за полтора часа что-то научиться делать и пойти завтра зарабатывать миллионы миллиарды долларов евро и золото но к сожалению это так не работает даже если мы вам сейчас выложим все как наяву это все равно не получится и все-таки но хотелось бы чтобы труд людей уважали поэтому единственный верный способ к чему-то прийти это постоянно экспериментировать это потратить кучу человеческих часов на то чтобы попробовать и найти тот материал с которым комфортно вам работать те компоненты с которыми вам комфортно работать эту технику с которой комфортно вам работать вот может быть проще купить этих силиконовых штука и молды формы да и чайничка лить бетона потом свечки туда блин красотища вообще класс может и не надо вот с этой всей херней это заморачиваться потому что как я не посмотрю там в принципе процесс изготовления изделия любого от начала до конца занимает ну около 30 минут но может быть и не надо в это все вот поэтому друзья кому интересно именно старая вот так вот техника да давайте пытаться вместе и воскрешать задавайте вопросы что конкретно у вас не получается где то есть проблемы может быть мы этот эти моменты знаем будем делиться потому что ну честно хотелось бы все таки как то вот это все вернуть еще очень часто спрашивают какой гипс какой материала ребята смотрите ситуация такая даже внутри россии в каждой области есть свои производители свои гипсы свои бетоны свои клеи и прочее то есть если мы даже вам что-то скажем не факт что вы находясь там даже городе за 300 километров от нас найдете такой же гипс такой же клей и такие же компоненты даже вода влияет вот клей разводишь там например берешь воду из-под крана сырую у тебя один результат это же воду прокипятил второй результат пошел в магазин купил утилированной воды да там клей на ней сварил третий результат то есть ну все очень-очень индивидуальный поэтому не ищите вот этого голосовского камня есть какие-то общие правила все остальные все мелочи это уже опыт только только лично просто потраченная куча часов и килограммы если не тонны материалов наверное в нашем случае тонну мы уже свое точно перевалили наверное не одну может быть и не одну и при том что мы все равно недостаточно довольны еще своей квалификации что ли если вам можно сказать хотелось бы результаты как-то вот некоторые от некоторых моментов увеличить ну все в общем собственно я готова значит такая особенность у этой мастики сразу скажу чем больше плоскость тем лучше будет эффект и вот эта мастика она все-таки для плоскостей то есть если например взять какие-то вот такие вот вещи да там круглые да то есть не плоскость поверхность изгибом чем-то эта мастика не очень работает почему ну честно хрен его знает мы мыльной пользуемся ну или иногда там лачим там лак по камню но с плоскостями лучше вот этой вот канифольной мастики пока еще не было ничего ну вот такой результат получился пошло добро ну как бы отражение фонаря я думаю целом видно вот в общем как то так пишите звоните присылайте деньги продукты что еще никита сало любит в телеграм-канале изделия надо купить как можно скорее ребята и дальше ты прямо вообще через неделю уже ты продавец от бога просто маркетолог не кушать ничего нечего кушать деньги будешь кушать понятно слушай ну с такими талантами тебе надо куда-нибудь в кока-колу идти работать ну вырежешь это я есть кока-колу газуешь постоянно темный тоже смуглый ладно это мы вырежем все 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 друзья всем спасибо всем пока ждите новых видео мы обязательно чуть-чуть снимем задавайте актуальные вопросы ну как то так все не болеете все да да точно точно все пока пока